МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонид Алексеевич, скажите, пожалуйста, почему вы не снимаете взрослое кино? Не знаю. Не знаю. Я даже не знаю, что такое взрослое кино. Кино, ну, есть кино. Взрослое, детское. Нет, ну, как-то я так начал сразу. Курсовая работа у меня была. Детская картина. Это в Афгеке? Дипломная тоже. А как пришла идея вообще снимать детское кино? Я не знаю. Я в детстве занимался театральной студией в Дворце пионеров. И у нас был великолепный педагог Евгения Васильевна Галкина. Мало того, что мы как дети были исполнителем, но все равно наблюдаешь, смотришь за человеком, с каким просто наслаждением она работала. Как вот для нее мы, дети, были таким интересным материалом. Часто просто люди после театральной студии хотят быть актерами, дети. А я, да, я же тоже, я поступил, я закончил эту студию. Я ушел просто из этой студии в армию. Пионер 19 лет. Тогда же 19 в армию брать. Отслужил в армию и поступил в Афгек на актерский. Я на актерский поступил. Я проучился два года, а за это время, как-то наши режиссеры, не очень обращали внимания на актеров. И они все приходили ко мне. Поставь нам отрывок, сделай нам что-то. И когда уже экзамен был на втором курсе, все показывали, ну, один отрывок, режиссеры два. А у меня восемь было. И так пятерка по режиссуре неожиданностью не стала. Неожиданно было заявление великого Сергея Герасимова. Как актер, Нечаев, ты будешь востребован лет в сорок. А вот на режиссерский давай-ка переходи. Я так подумал со слезой в голосе. Уж очень хотелось актером стать. Вот. Ну и перешел. Ну и потом я довольно-таки долго снимал. Я пошел по простоте душевной на телевидение. Там говорили, ой, будет творческое обмене экрана, будем картин делать по 200 штук в день, в год. А он говорит, так, ребятки, вот музыкальные программы, вот музыкальные фильмы. Мне сразу дали фильм про Гелену Марцелловну Великанову. Я целый год его снимал, потому что она то на гастролях, то болеет, то-то-то-то все. А потом рассердился. Рассердился, пришел к нашему главному редактору, Стелла Ивановна Жданова, такая строгая дама. Пришел, говорит, Стелла Ивановна, я подаю на вас суд. Здрасте, она говорит, ты чего? Я говорю, ну как, я молодой специалист. У вас конкурсная система. Вот сейчас начнется конкурс. Что я снял? А я говорю, все, художественное кино. Будьте любезны, дайте мне работу по профессии. Ну, хорошо. Хорошо. В Минск поедешь? Я говорю, поеду. Прямо так вот не читай сценарий. Я говорю, не читай сценарий. В Минске Нечаева ждал сценарий фильма, приключения в городе которого нет. Сценарий давно кочевал по киностудиям страны. Из Москвы в Одессу, затем в Минск. И вот, наконец, история о школьнике с отсутствующим чувством любви к литературе, не умевшим отличать отрицательного героя от положительного, была блестящей воплощена в жизнь. Я приехал, построил книжный город, и сделали картину. Я привез, они так. Да, говорят. Ну, чего, давай, чего здесь еще там будешь? Я говорю, давайте Буратино снимем. Вот мне дали сценарий мультипликационного, пятисерийного фильма «Приключения Буратино». Веткин написал. Это Веткин, да? Да. А я взял, вырвал эти все странички, где написаны первая серия, там вторая, третья. Просто их выдрал и написал сценарий двухсерийного полнометражного художественного музыкального фильма. Привез белорусам, говорю, хотите, сниму? Ну, не хотим. Я говорю, звоните и скажите, что поставили в план. Звонят в Москву, поставите в план Буратино. Поставим. Немножечко доделали, переделали, тут же запустились. То есть это был просто классный сценарий? Он вам понравился? Или просто так хотелось снимать Буратино? Да. Сценарий такой, там был такой довесок, что это театр, детский театр, и Буратино там такой, значит, недисциплинированный, опаздывает все время. А Малина, девочка, которая играет, она, значит, такая. В общем, там был довесок. А потом я так понял, что, в общем, чего это, зачем это делать? Такое, какое-то недоверие к сказке. Сказка такая хорошая. Только я сказал, я говорю, буду песни писать, они будут у меня все петь. Чего это они будут петь? Я говорю, ну, мне что-то так хочется. И я бросился, опять по простоте душевной, пришел к Булат Шалычу Акоджаеве. Я говорю, Булат Шалычу, напишите вот песни таких Буратино. Он говорит, я не знаю. Ну, вот, там такие, они такие полушутливые, полуфилософские. Должно быть и взрослым, и детям интересно. Он не очень так с энтузиазмом это воспринял. Но договор заключил. Наверное, очень надо было. Тогда он жил в бедненькой очень, в такой маленькой квартирке. Я жду. Он вообще не понимает, что такое, сроки там какой-то. Ну, напишу, напишу. В общем, я его прижал. И он написал первую. Смотри, через дня три уже он сидит. Мне ничего не сказал, а сидит в холле на гитаре. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам играет. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть в беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где. Он написал много. Он написал много, но в нескольких вещах просто перестарался. Они такие уже очень серьезные были вещи. Но я понял, что не туда немножко идем. И тогда я позвонил Юрию Антину. Я говорю, Юлочка, вот такая история. И муж рассказал, показал эти булатские вещи. И тогда вот эта терепаха появилась, и Буратино. Так и случилось, что большинство песен для кота и лисы написал Булата Куджава. А вся детская тема в фильме принадлежит Юрию Антину. И когда все это соединилось, ни у кого не было ощущения, что это как-то разные поэты или что. Вот, ну, слилось, не знаю почему. Заройте в землю где. Ни горы, ни овраги, ни лес. Ни океан без над и берегов. А поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес. Поле чудес. В стране дураков. А как отбирались актеры для Буратино? Все зависело от той моей молодой наглости. Это сколько лет вам было? Тридцать. Так. Ну, тогда считалось режиссер молодой, где-то даже до тридцати пяти лет. А тогда все молодым режиссерами нас считали. Вот, вот, все, все от наглости. Звоню к Фаине Георгиевне Ранецкой. Говорит, Фаине Георгиевне, не сыграет мне черепаху? Он мне говорит, черепаху, да, сыграй. Мне сейчас только черепаху играть. Брат, мне только одна просьба. Пускай съемки будут в моем подъезде. Дальше, говорит, меня вы не вывезете. Вот, я вспомнил про Ирину Васильевну Зеленую, которая до этого не снималась 20 лет, то есть не больше. Звоню. Ну, какая я, ну какая я, какая я, черепаха, какая я. Ирине Зеленой очень понравилась песенка черепахи. Правда, один куплет из нее пришлось выбросить. Его Ирина Васильевна петь отказалась категорически. Слова там были такие. Мне казалось, счастье рядом, только лапу протяни. Но осенним листопадом пролетели лето-дни. Старость все-таки не радость, люди правду говорят. Как мне счастье улыбалось 300 лет тому назад. Лапу протяни, не буду. Какая лапа? Какая у меня лапа? У меня что, лапа? Не буду петь. В конце концов, а фонограмма была записана, я говорю, оставим мы этот куплет на проигрыше. Там у нас лягушки крутят, ее катают просто. Юный друг, всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся не в покоя. Я сама была такой, 300 лет сомнала. Так же с Этушем и Роланом Быковым. То есть я брал по максимуму. Мы не искали обходных путей, шли напролом. И все соглашались, все. От того, что и не было детских картин. Я на спектакль приглашаю, там будет множество затей. Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. Мы вам покажем представление, ах это просто загляденье, ах это просто наслажденье, это просто объеденье. А у вас у самого были в то время дети? Да. Много? Да, у меня уже было две дочери. Ага, понятно. То есть, в общем, было даже для кого это делать? Ну, здесь как-то не думаешь, что это проходит какое-то время. Ну, конечно, вы делали для своих детей. Я помню, на «Красной шапочке» вышла картина. Но все, как всегда, говорят, ну, а Буратино лучше. Вот Буратино, там шапочка что-то уже длинная. И тут же вышла статейка, значит, где критик возражал. Говорит, нет, ничего подобного. Дети воспринимают очень хорошо. Я недавно ехал в троллейбусе, и две очаровательные девочки во весь голос распевали «Если долго, 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 если долго, по дорожке». И, знаете, текст знали, выучили. Вот, знаете, там два показа, наверное, там было всего-навсего. А они уже знают, это у них родная песня. Я читаю и ухмыляюсь. Это были мои дочки Уля и Настя, которые прекрасно знали текст во время съемок. Как же подбирались все-таки актеры Буратино, маленькие или детьни? Дети, ну как подбирались. Почти все случайно. Почти все. У вас было представление, каким должен быть мальчик или каким девочка? Или они вдруг вот раз… Ну а как представление? Естественно, а как он может не быть? Как может не быть? Ну и как же найти такого конкретного ребенка? Конкретный ребенок, я знал, что он должен быть ротастый, должны быть ясные, очень острые глаза, маленький, субтильный, чтобы ручки и ножки были деревенненькие. Вот и совершенно случайно парень, бежал он с бабушкой подземного перехода, бабушка бежит такой. У него, у бабушки через плечо коньки, а у него в руках труба, футлят с трубой. Это в Минске? В Минске, да. Я говорю, ой, остановитесь, можно вас на минуточку… Не хотели бы сниматься в кино? Какое кино? Мы сейчас с коньков бежим на музыку. Какое кино? Таню Проценко мы в поезде встретили, она ехала в Минск к своей знакомой. Я думала, что это были конкурсные отборы, просмотры. Отборы были огромные. Народу была тема. А в результате вот таким вот образом… Так происходит на всех картинах? Смотри, на всех картинах. С детьми, да? А там вообще было так. После Буратино, вообще в вечернюю в Минске писали. Леонид Нечаев начал новую картину такую-то. Просмотры детей начинаются. Перед студией там такой сквер довольно-таки большой. И я подъезжаю, и этот сквер полон каждый раз. Битком. Там огромное количество было детей. Вот сейчас в Москве мы ходим по школам. Да еще в школу не пускают, чтобы посмотреть детей. Очень сложно. А на сколько лет вы остались в Белоруссии? Получилось так, что вот эту я картину снял первую. Потом, значит, тут же Буратино, после Буратино. После Буратино меня заставили снять. Там такой был момент нехороший. Когда так нечая, Буратино, шапочку хочешь снимать? Хочешь снимать? Да, хочешь. Вот тебе сценарий. Вот этот вот. Снимешь сценарий, будешь снимать шапочку. Да. Да. И вы что сказали? А что мне оставалось делать? Я поехал в Киев и снял фильм «Эквилибрист». Кстати, вот это вы какой-то секрет открыли сразу же. Почему ваши фильмы становятся так популярны и, главное, так популярны вот каждый персонаж картины, да, взять любую, взять Буратино. Детям нравится и Буратино, и Артемон, и Пьеро, и Мальвина, и все разбойники, и Карабас-Барабаса они любят. Как так? Ну, потому что мы понимали где-то что-то. Не знаю, наверное, что-то понимали. Леонид Алексеевич, а вот актеры-дети, они как на площадке, сложно с ними, приятно. Какая специфика работы с детьми? Представьте себе, Дима Иосифов сидел на гриме, первое время особенно, полтора часа. Полтора часа ему клеили нос. Оно, пожалуй, длинноват. Но они понимают, что они актеры. Они понимают, что, да. Но самое-то интересное, у меня почти во всех картинах никто не играл самого себя. Они, в принципе-то, ну, они же персонажи, они играют в современных картинах многих, возьмем, там, Петрова, Васечка, электроника. Они играют вот, видите, а здесь персонажи, костюмы, сложное, так сказать, им нужно входить в какой-то образ. Это очень важно. Для этого нужен подготовительный процесс какой-то? Вы с ними работаете прямо как актерское мастерство? Да, ну, нет, 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 мы все делаем на площадке. Сразу? Ну, они учат текст или им прямо... Текст они выучат мгновенно, они знают, они взрослым подсказывают. Ага. Сколько длится рабочий день у детей? О-о-о-о, вопрос над засыпком. Поскольку по закону он должен длиться не больше четырех часов. Но четыре часа, не больше шести. А они все у меня были, конечно, все до десяти, все были малявки. Работали по восемь. И выезжали в экспедицию на съемки ночью. При этом родители едут? Родители, бабушки, дедушки. Ну, не знаю, тогда было просто другое время. Сейчас, вот мы заключаем контракт, у нас четыре часа будет телевизор. Причем четыре часа с момента приезда на студию до отъезда. Значит, грим, костюм, это все тоже входит в эти четыре часа. Обед, там, отдых, все четыре часа. А за это время нужно снять минимум полезных метров сорок. А тогда мы снимали двадцать пять. Нормы были такие. Поэтому никто не хочет снимать детское кино. Никто. Очень хорошие режиссеры берутся за это дело, начинают снимать одну картину и говорят, все, спасибо, я наелся. Клянусь, клянусь, если люди стали принимать счастье за деньги, а деньги за счастье, то никто, никто никогда не получит золотого ключика. Клянусь, никто никогда не получит ключика. Какого ключика? Золотого, что ты сказала? Тортилочка! Спрашивали, просто спрашивали. Глянь, ты чего, другого кино снимать не умеешь, что ли? Ты в детском все снимаешь. Детское, вроде как, не настоящее. Вообще, такое ощущение, что после вас уже в детском кино, на самом деле, делать нечего. Нет, я, вот я простоял 10 лет, 10 лет я был простой, наглухо. Никто не давал ни денег, ни ничего на детский кино. Это после какого фильма? После «Не покидай». У меня план, я хотел сделать просто антологию современной зарубежной литературы, то есть вы заметили, что это все сделано на вещах или классических таких, как там «Питер Пен», «Красная шапочка». Хотя, «Красная шапочка», какая там «Красная шапочка»? «Красная шапочка» и две страницы. Когда мне спросил Кейсин, я говорю, ну что, после «Боротяна», он говорит, что на будущий Новый год нам сделаете? Я говорю, «Красную шапочку»? Все. А меня, ты чего, ничего, две странички, ты сделаешь двухсерийный музыкальный художественный фильм? Инна Веткина меня так ущипнула, что мне кажется, я до сих пор помню этот щепок. Ты чего, дурак? Но все равно мы тут же придумали как. Так много прекрасных произведений для детей. Можно было снимать и снимать, и снимать. Вырастите преемника. Да нет, я думал, Дима Иосифов будет снимать. Он же окончил актерский, потом режиссерский, а он сейчас снимает телевизионный фильм. И очень хорошо себя чувствует по сравнению со мной. У него простое нет. Ну вот, кстати, про Диму Иосифова более-менее известно, про «Красную шапочку» тоже. А вот остальные главные герои с ними, что случилось в жизни? Ну вот, Денис Зайцев совсем недавно приезжал в театр комедии Ленинградский. Он ведущий артист. Саша Продан, который в «Продан в смехе» играл в зону. Он снялся в четырех, что ли, в пяти картинах, а потом как-то так отошел. Вот Ксения Полина, Кутепова. Прежде чем они сейчас такие артистки, очень популярные видят. Многие родители просто считают это делом несерьезным. Уж на что красавин, не покидай, который играл равную роль, в принципе, он в 10-м классе учился. Родители, я не знаю, как они согласились, просто он их умолял. Но все равно он закончил. И пошел в институт, и никаких даже приглашений было, видимо, невидимо. Вот сейчас уникальная ситуация происходит. Вы снимаете дюймовочку по сценарию, который был написан сколько лет назад? 18. Теперь уже 19. Почему он столько прилежал? Ну, во-первых, наверное, не было возможности снять тогда еще не было так развита компьютерная графика. Там заранее компьютерная графика уже проявлена? Ну, в принципе, задача-то в сценарии ясна. Дюймовочка – это дюймовочка, а все персонажи, так сказать, мир, он другой, где, что, как, все эти эльфы, полеты, все. Мы делали полеты у меня в Петре-Пене, они все летали на веревочках. Правда, никто не заметил. Никто. Без всяких компьютерщиков. Летали прекрасно. И стены у меня раздвигались, и чем только там не наворотили. И все было. Сейчас сидят компьютерщики с умным видом. Говорят, так, это мы сделаем. Так, а я ни черта не понимаю в этом деле. Я говорю, да, да, Машу-глава, да, да, конечно. Только вот это вот будет? Да, это мы сделаем. Посмотрим, как это они сделают. Но вы на это соглашаетесь исключительно почему? Потому что, конечно, это эффектно, это здорово, это интересно. То есть достоинство все-таки вот этой компьютерной техники вы признаете? Конечно, несомненно. Несомненно. И главное, что они научились здорово делать. Три корочки хлеба! Сегодня никто не сможет подсчитать, сколько раз на различных каналах был показан Буратино или Проданный Снег. Сколько кассет и дисков выпущено с Красной Шапочкой и Рыжим Честным Влюбленным. Наверняка можно утверждать только одно. Патриарх детского отечественного кино не получил за это ни копейки. Очень смешно. Это на мое 50-летие в Даме кино вышел один дядь, который очень смешно искал. Я посчитал, в первый же год, как вышел Буратино, он был продан в 91 страну. Шапка тоже где-то в 60-м. Все картины проданы. Все. В студии с дружбежей обмены была. Там, значит, мы отдаем им картину, а не нам. Ну, это фактически, считай, продажи, да? Вот. Он сказал, если бы не чай, получил бы с каждого зрителя по одной сотой, даже по одной тысячной копейке, у нас здесь сидел бы сейчас миллионер. У меня были моменты, я приезжаю. В Киеве я посмотрел Буратино, шел в Буратино. Я приезжаю в Минск. Мне нужно было там получить деньги. Я получаю деньги, еду в Москву. И, пожалуйста, в Минске идет Буратино, приезжаю сюда и идет Буратино. Сейчас на каникулы у меня есть программка, где одна, значит, программа показывает, не помню, не то Буратино, не то Шапку, в 9 часов. Эти показывают в 2 часа, а третьи показывают в 6. Я сама это видела. Представляете, в один день. Ну, что за бред? Леонид Алексеевич, спасибо вам огромное за интервью. Мы все с нетерпением ждем появления Дюймовочки. Да и Бог будем надеяться. Спасибо огромное. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА